Вы, наверное, заметили, что на моем канале в большинстве случаев приветствуется разбор обитов Моргенштерна, Ганн Флада какого-нибудь и прочих ребят с рэп-индустрии, но редко когда у нас выступает Кизаро, именно сегодня этот день. Сегодня мы будем разбирать с тобой трек Кизаро Джабо, Маулин Роуч. И сейчас бы я хотел бы показать вам небольшой фрагментик, что у нас по итогу получится. Надеюсь, теперь было понятно. Первое, с чего бы я хотел бы начать, это наша мелодическая составляющая. И сразу смотрим, у нас с тобой есть вот такой вот пэдик, как в оригинале, и у нас есть автоматизация. Сразу же скажу, что все тайм-кодики будут присутствовать, а мы пойдем поэтапно. Сначала MIDI, потом уже в микшере мы посмотрим, что делает эта автоматизация. MIDI. Вот такая вот у нас небольшая прогрессия аккордов. Сразу скажу, что за плагин, это Silent 1, с пресетом 102, Bad, Deep Face, и мы пойдем дальше. Следующая из мелодий у нас с тобой колокольчики. Буду проигрывать все в совокупе, чтобы было понятно, с чего мы начинали, и как мы это все заканчивали, и как это все звучит поэтапно. Сразу видим с тобой то, что у нас на нотках до есть вот такие вот нотки, и одна из них у нас с тобой с Velocity нормальным, а другая не совсем. Смотри почему. Потому что у нас на нотке до 7 есть такая атака неприятная, и на нотке до 8 она есть, конечно, но не такая противная. И что будет, если мы уберем одну из ноток и при этом поставим громкость нашей октавы? И ты слышишь этот звучочек, такой треск, такой ударчик, который нам с тобой не нужен. Именно поэтому сделано было вот таким вот образом. То, что мы с тобой убрали вот эти нотки, почти убрали, и добавили всего лишь на октаву вверх эти же самые же нотки. И в оригинале, в принципе, звучит они похоже, похоже, очень похоже, даже можешь убедиться в этом. Следующим из инструментов я хотел бы уделить внимание резбасу. Смотри, здесь точно такая же фигня, как с пэдом, то бишь есть автоматизация. Почему есть автоматизация? Начну с нее. Если ты посмотришь сейчас на оригинальный бит Кезаро, то ты можешь посмотреть, что вот здесь у нас громкость больше, вот здесь у нас меньше. И поэтому же, в принципе, я могу, конечно же, и на слух, но больше я здесь ориентировался на визуальную составляющую, и как бы это лучше сделать было. Именно поэтому я сделал вот такую вот фиговинку с автоматизацией. Это простая громкость, если что, не волнуйся, все будет нормально. Такое чувство, у кого-то он делает такой воу, 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 как вобл бас, только не совсем. Это очень похоже на оригинальный бас, как у Кезаро. Я решил бы, почему бы и не сделать такую штуку. Сразу смотрим то, что наш резбас состоит из двух басов. Первый это трио СЦК, это наш просто сап, больше. Чтобы придавал какую-то атмосферу. После чего Янг Фризи, гивми. Сразу смотрим на значение. Мы с тобой сделали юзлу поинтс. Зачем? Все очень просто, чтобы у нас не прерывался наш бас. Если у тебя, к примеру, какой-нибудь ваншот, и ты хочешь, чтобы он не прерывался вообще, то ты делаешь кроссфейт, потому что без него. И он пропадает. Все, а я до сих пор жму кнопку. Если мы сделаем кроссфейт, то он не пропадет. До того момента, пока я не отожму кнопку, либо эта нотка не пропадет в пианороле. Может быть такой вот небольшой треск, но ничего страшного. В принципе, в миксе это слышно не будет. И сразу же смотрим и запоминаем то, что у нас на каждом из басов привязан разный канал. После чего мы посмотрим, почему. Дальше мы с тобой переходим к очень интересной части. Это 808 бас, который состоит из четырех паттернов. Первый паттерн у нас звучит вот таким вот образом. После чего. Сразу переходим к следующему паттерну, который у нас не сильно отличается. Просто некоторые нотки добавляются, как ты мог увидеть. Зачем вот эта нотка? Все очень просто. Она сделана для того, чтобы наш вот этот бас, вот эта нотка баса у нас не продлевалась, а именно заканчивалась резко. Оп, и все, ее больше не слышно. Зачем это было сделано еще раз? Потому что у нас есть яма, где как раз вот этот бас резко заканчивается у Кизару. И нам это в принципе не помешало никаким образом, но на самом деле она просто фантомная. То бишь на ней звука вообще никакого нет. Следующий паттерн 808, он будет точно таким же, как и второй, только вот здесь у нас с тобой пропадает нотка. И четвертый паттерн 808, это на самом деле просто второй, просто вырезанный. То бишь если мы сделаем с тобой вот так вот, то мы с тобой сделаем этот паттерн. Все очень просто. Теперь мы плавно переходим с тобой к партии ударных. Начнем с хай-хетов. Очень простые хай-хеты, очень простые. После чего у нас с тобой есть еще проще клэп. Добавочные снейры. Open-хетик. Треугольничек. Перкуссия в формате бонго, ну либо просто деревянная какая-то перкуссия. И вот такая вот по типу метронома. Не знаю, как она называется, но все же она у нас присутствует. А также у нас с тобой есть чейнт. Чейнт был прозван как Vox, ну потому что зачастую в драм-китах его все же подписывают как Vox, но на самом деле это чейнт. Зачитываю таким вот образом. А, и кстати, чуть не забыл, у нас с тобой еще есть Crash. Просто разверну на Crash. Так, давай послушаем драмку. На самом деле инструментов много, и каждый из них дополняет себя. Вот здесь не могу сказать плохого ничего, потому что порой биты у Кезару все же очень хорошие, и именно вот этим они мне импонируют. Хоть чем-то биты Кезару мне хоть как-то импонируют, потому что у Моргенштерна такого, ну не всегда встретишь, и это довольно интересно. После чего у нас есть с тобой еще вот такой вот FX-ик. Дальше. Автоматизация. Автоматизация на мастер Bang Free Q. Что она делает? Давайте для полной картины дам послушать, что у нас получилось. И погружение. Оп. Теперь, надеюсь, понятно, зачем эта IQ-шка. Но сейчас мы как раз к микшеру подберемся, и начнем смотреть, что здесь что. И мастер Volume. Обычный просто подъем. Понимаешь, да? То бишь, вот только вот здесь вот. Все остальное как бы никак не поменяется. А теперь мы переходим к микшеру. Что касаемо микшера. Давай посмотрим. Первая мелодия. Послушаем мы ее без обработок и с обработкой. Без обработок. Прям жестко, жестко, жестко и неприятно. Слишком много верхов. Но с обработками. Как добиться такого эффекта? Смотри, что мы с тобой добавили. Это Fruity Enhancer. Сразу смотрим Stereo Separation. Плюсик это у нас Stereo. Минус это у нас Mono. Мы с тобой развели чуть-чуть в Stereo. Также смотрим на значение Volume. После чего Retro Color. У нас вот такие вот значения. Мы добавили с тобой немного Space, Magnetica и Gain. Сразу смотрим на Gain. Потому что я уже сделал тогда автоматизацию. И не хотелось как-то копошиться в этой автоматизации. Опять все настраивать. И я решил просто сделать в Retro Color чуть-чуть потише. После чего у нас с тобой есть Fafilter Q3. Мы с тобой подрезали 148 Гц сразу же. Потом начали срезать неприятные частотки. Ты видишь их в принципе значение. И Q3. Q3 это как раз наша автоматизация. Давай посмотрим, что она делает. Понятно, да? То бишь такое выплывание. И на самом деле я не совсем уверен, что в оригинале она есть. Но мне она понравилась. И я хотел сделать что-то похожее. Потому что я слышал, что этот пэт как-то видоизменялся. Но не понимал как. И я сделал вот такую вот штучечку. Такое небольшое выплывание. После чего мы с тобой переходим сразу же к Мела. Мела вторая. Это у нас колокольчики. Без обработок. С обработками. И что здесь у нас с тобой есть? Китришечка. Сразу смотрим. Подрезаем 600 Гц. Потому что у нас с тобой все на верхних частотках. И также нежелательные частотки. Я прям очень-очень сильно подрезал. Но потому что они прям впивались. И нам это не нужно было. А именно 1300 и 5000. Мы с тобой подрезаем. После чего Вальхало Винтаж Верб. У нас с тобой микс 48%. В Concert Hall. И в принципе больше ничего не менялось. Просто микс. Крутили только микс. Retro Color. Опять же. Space. Магнетик. И больше ничего не подкручивали. Из вот этого превратилось вот в это. А также смотрим сайт составляющие. Дальше. Наш Рисбас. Он состоит из трех каналов. То бишь. Первый Рисбас. Второй Рисбас. Это если не ошибаюсь Young Frizy. Это 3СЦК. И групповый канал. Которым привязаны эти два как раз канала. Давай посмотрим на Young Frizy. На Young Frizy у нас с тобой ничего нет. На 3СЦК у нас с тобой только Q3шечка. Которая подрезает у нас вверха. Потому что здесь есть такой треск. Он нам не нужен был. И мы просто его подрезали. После чего. Груповый канал. У нас с тобой Cinematics. Диабло. С вот такими вот значениями. Сразу смотрим. Что сайт мы с тобой чуть-чуть взяли. Также взяли Punch. Чуть. И тело. После чего. 808. Он никак не обрабатывался. Но это неверно. Неверно почему? Потому что у нас с тобой в сэмплере. Мы с тобой вот чуть-чуть дорабатывали. А именно. Boost и EQ. Смотри. Не врубай никогда клиппинг. Потому что если мы врубим клиппинг. Что произойдет? Понятно, да? Это нам не нужно. Мы с тобой просто подкрутили. Чуть-чуть низа. При помощи EQ. И Boost. Чуть. Все по чуть-чуть. После чего у нас сейчас с тобой. Это драмочка. На которой клэп у нас ничего нету. Дополнительный снейр. У нас с тобой Q3. Просто подрезали низ. 600 герц. Open Head. В правое ухо. Больше ничего нету. Это у нас, если не ошибаюсь, Tringle. На котором у нас с тобой есть Q3-шечка. 800 герц. Мы с тобой подрезали низа. Потому что, в принципе, если послушать. То у нас есть с тобой низ. Вот он он. И он нам не нужен был просто. И как бы я избавлялся до такого момента, чтобы просто не убрать тело этого треугольничка. После чего, Valhalla Vintage Verbe. Наш реверб. Mix 14. Concert Hall. В принципе, больше ничего не докручивалось. Chained. На Chained ничего нету. Это бонга, которая отведена у нас влево. Также применили мы с тобой плагин Fruit Stereo Enhancer. Stereo Separation. Очень прям сильно в стерео. И Volume. Сразу смотрим Volume. После чего. Вот такая вот перкуссия. Больше под какой-то скам бит и так далее. И мы с тобой подрезали 422 герца. Хайхетики. Никак не обработаны. Вообще никак. Это у нас, если не ошибаюсь, FX. Да, это FX. И давай послушаем, что без него. Понятно, да? То бишь, мы взяли с тобой ревербератор сразу же. Все, в принципе, на максимальный прям high level по дефолту. И сразу смотрим, что. Мы с тобой подрезали низ и парочку частот. Все. Все. Больше здесь ничего не делалось. После чего. Crash. Valhalla Vintage Verbe. Также по дефолту. И последнее у нас, что осталось. Точнее, предпоследнее. Если посчитать гитарку. То это наш вокал. Который отведен у нас в моно. Очень-очень тихо. И что здесь у нас есть? Мы с тобой просто подрезали низ. Ну и наша гитарка. На гитарке у нас с тобой есть Valhalla Vintage Verbe. Опять же. С миксом 22. Модом Play. Да и, в принципе, больше ничего не трогалось. Все, совокупец, защит. Вот таким вот образом. Ну а теперь мы с тобой закрепим наш микшер. То бишь, подгладим, так сказать, некоторые моментики. Это компрессию применим. Вот такие вот параметры. Против параметра EQ. Опять же. Это наша автоматизация. Вот это вот. И просто отшлифуем все озоном. На озоне у нас с тобой все довольно просто. На озоне у нас с тобой есть Vintage EQ. Сразу смотрим на значение Mid. После чего у нас идет Side. Чуть-чуть добавляем. Всего по чуть-чуть. Exciter. Сразу смотрим на мод. Dual Triode, Triode, Dual Triode и Triode. Почему они? Потому что они плюс-минус как-то имеют золотую середину. Потому что если мы возьмем Retro Tape, то это довольно жесткие пресеты. И тем не менее, если аналог взять и Varm, то они будут слишком мягкие. А Dual Triode и Triode, они в принципе такие имеют золотую середину. Они и жесткие, они и мягкие вследствие. Главное не подкручивать amount прям сильно. Если видишь, то наше amount значение не превышает 2. Так же и в сайт составляющей, которую мы даже не крутили. Почему? Все очень просто. Объясняю. У нас есть с тобой гитарочка, которая у нас больше идет в стереоканал. И сайт это как раз и есть у вас в стерео. И если мы поднимем хоть чуть-чуть что-то, то эта гитарка начинает вылезать. Это нам нужно? Нет, конечно же. Это нам не нужно. Именно поэтому я не стал ничего делать с этим. После чего. Imager. Мы с тобой сделали низ и низ середина под Mono. Сразу видим значение. Середина и верх мы с тобой подняли в стерео. И самую верхушку, чтобы гитарочка у нас никак не вылезала прям сильно, мы с тобой сделали опять же Mono. А может быть неправильно, согласен. Но все же оно звучит уже неплохо. Так же стереоайз мы с тобой не подключили. Мод мы с тобой никакой не выбирали. Это нам не нужно. И последнее для закрепления. Это у нас максимайзер. Максимайзер у нас четвертый пресетик Modern. После чего компрессия у нас с тобой на 1 дБ. И треш-холд у нас с тобой на минус 2 дБ. Все очень-очень простенько. А так же я хотел бы сказать спасибо автору этого бита. Ссылочки на него конечно же будут в описании. Ну а если тебе такой ролик понравился, то не забудь написать комментарий. И кстати, если ты хочешь что-то дополнить, а как-то меня подправить, то конечно же напиши в комментариях. Я в принципе все смотрю. И пытаюсь в свободное время проверять информацию. Не всегда конечно получается, но все же пытаюсь. Кстати ссылочку на Драмкит не забудьте. Он будет в монтаже. А я вас всех крепко обнял, всех приподнял. И до нового ролика. Чеец. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok